Дорогие огородники, сегодня прекрасный день, ноябрь месяц, конец осени. Обычно в такие дни уже, думаю, все, закончены все работы, ляжем, будем отдыхать. Настоящие трудяги, работники которым это доставляет удовольствие, заниматься на земле, очень приветствуют такие хорошие дни для своей работы. Сегодня я хочу вам представить свою теплицу для выращивания просады и овощей. Конечно, люди, которые обеспечены, могут быть стандартные теплицы, дорогие. Они, конечно, 2-3 тысячи долларов, и эти люди могут себе позволить. Но большинство овощей, люди не очень обеспечены и не могут себе позволить такую роскошь. Поэтому я сегодня предлагаю вам показать свою тепличку, небольшую, на 10 метров длины, на 6 метров ширины, которая обеспечит вам очень хорошее подспорье для выгонки рассады. Когда вы, пусть, ранней весной будете выносить в апреле месяце ящики свои с рассадой, потом дальше будете в этой теплице выращивать рассаду цветов, овощей, там, помидор, огурцов или перца. А сейчас я предлагаю вам свою теплицу и расскажу, как это сделать. Вот, смотрите, наша теплица сделана из ручьев, из арматуры. Пролет, расстояние, ширина этой теплицы 6 метров, а длина 10. Смотрите, здесь находятся 1, 2, 3, 4, 5 дух арматуры, которые на земле изгинаются, а потом вот эти вот бока, каждая из духа, делается под 90 градусов, делается на 80 сантиметров, чтобы сделать вот такие фартуки. Мы специально сегодня не убирали фартуки, для того, чтобы вы посмотрели, для чего это. Это для того, чтобы, когда прибьете сюда пленку, можно в любое время, когда будет жарко, жаркое время года, эту пленку поднять и останется только вверх, для проветривания или же для каких-то других целей. Ну, она должна быть, отворачиваться и должна сниматься. А если холодно, она прикрывается. Вот здесь вот этот фартук крепится планкой, вот до деревянной планки. Вам понадобится вот таких досток, где-то, ну, 3 штуки по 3, 30 на вот эту длину. Тогда до этого, до этой доски прибивается планками этот фартук и по-простому прикапывается в землю. До вот этих вот арматуры набиваются металлические планки. Отсюда и крепятся болтами, для того, чтобы эту деревянную планку удерживать. Вот, вот крепится болтом, вы смотрите, как это делается. И потом к этой же планке будут прибываться, будет прибываться пленка, которая натягивается, вся стационарная теплица натягивается и накручивается на брусок, вон, то есть рейку из бруска 40 на 40 миллиметров. Ну, это мы вам покажем тогда, когда будем натягивать весной пленку полностью, и вы увидите, как это делается. Вот это вот торец теплицы. Вот на этом торце прибивается, обшивается также пленкой, вы видите, как прибиты планки, до чего крепить. А здесь восстанавливаются двери, дверцы на навесах, которые открываются, вы можете заходить и работать там, и открывать в любое время. Торец мы не забиваем, хотя можно на торце тоже сделать двери, но мы это не делаем, достаточно этого. Когда нужно будет проветривать, то можно и верха открывать. Это я вам покажу потом, когда мы будем натягивать теплицу. В середине теплицы этой мы устанавливаем буржуйку. Плиту там делается такая труба, выводится посередине. Смотрите, вот посередине эти арматурные доли тоже свариваются. Вот поперечная, пруд поперечный, он должен быть толще, чем этот продольный. И вот эта стойка, которая тоже укрепляет теплицу, для того, чтобы не было движения и какой-то деформации, перекоса. Вот эти вот уголки тоже укрепляют переднюю торцевую часть теплицы. Они крепятся, они в принципе не мешают, но они очень сдерживают теплицу от деформации. Потом протягивается вот такая вот проволока. Это для того, чтобы когда по типу мыльной пленки натягивалась вверх, натягивался, он не прогрузал, а держался сплошной пленкой круглой. Вот в принципе и вся премудрость исполнения этой работы. Но теплица эта вам очень понадобится, потому что ее себестоимость недорогая, и исполнение практически простое, доступно каждому огороднику. Дорогие овощеводы, я вам рассказала принцип теплицы, как устройство ее. А когда мы встретимся с вами весной, я вам покажу, как мы натягиваем теплицу. И дальше, как выращивать в теплице не только лишь рассаду капусты, помидор, еще чего-то, цветов. Вы вынесете сюда ящики, и она будет вам большим подспорьем в хозяйстве. Поэтому сегодня я прощаюсь с вами. До следующих встреч. И подписывайтесь на мой канал. Поддержите меня, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok